здравствуйте дорогие друзья продолжаем нашу дельную главу шлах удивительное дело то что в недельных главах есть все то что эта книга учит нас всему мы уже знаем давайте вот нашу недельную главу пробегите и так вот разведчики бунт где здесь вопрос про женщин я вам расскажу начале недельных главы шлах маша меняет имя своего ближайшего ученика оша бенуна на иошу пусть говорит всевышний спасет тебя от суждения других разведчиков маша знал что иошуа понадобится это благословение чтобы выставить против других но есть один вопрос а почему маша беспокоился иошуа почему он не посчитал нужен калиева благословить неужели калиеву не полагалась дополнительная стойкость вот чтобы побороться за свое мнение и вот интересный ответ дает яков каменецкий он говорит следующее как известно калиев был женат на мирьям известной своей праведностью и зная о праведности калиева маша был уверен что тот не поддастся давному влиянию то время как иошуа не был женат в это время это впоследствии мы уже узнаем что его жена стала рахав из ерихона и поскольку на момент описываемых событий иошуа не было жены которая поддержала его он особенно нуждается благословение то есть здесь подчеркивается что без жены нет благословения вообще вот обратите внимание женщины они всегда были на высоте описывается в торе когда грех золотого тельца разведчиков и любые другие склоки там всякие только мужчины устраивали женщины не только не принимали участие они были против всего этого всегда это очень важно поэтому нам тора все время возвращается для здорового общества нужно здоровые ячейки общества ячейка общества это мужчина и женщина и то они просто это вторично это первичный вопрос всегда написал шлома оружие писал что любовь между мужчина и женщина это связь душ и их соединяет не просто какая-то легкая там соединение сверхъестественная задача соединение душ очень сложно очень вот задумайте сразу легко соединить противоположности мужчина и женщина это противоположности и большинство людей не понимают они полагают что установить мир в семье это проще простого на самом деле это огромный труд и один из самых больших на земле вообще вот какой написали мудрецы какой секрет вот влечения между супругами душа чувствует и узнает свою вторую половину это такое явление которое и всегда в мире мы видим каждая часть живого существа чувствует близость и привязанность другой поэтому нам очень много времени уделяются тому чтобы сохранить семью чтобы была атмосфера семья нормальная откуда эти способности поддерживать тоже мудрецы писали как поддержать двум разным людям надо чтобы оба признали тот факт что будущее простой ну людьми уже отдельными личностями но все таки если мы хотим расти в нормальных отношениях и развивать отношения надо принять следующее что каждый из нас не просто половинка помогающие другу тоже целый человек совсем целый личность абсолютно надо создавать комфортные условия для общения для обоих партнеров то есть оба партнера должны уменьшить себя не уменьшая друг друга и вот тогда их связь становится максимально прочной мы знаем что произошло например германии в приходе в власти фашистов как вот весь народ удалось сразу оболванить от чего это вот вы знаете интересное наблюдение в 34 году немецкий врач опубликовал книгу немецкая мать и ее первый ребенок и эта книга была она была как рекомендация для всех матерей германии миллионы женщин проходили по ней программу немецких и там написано было следующее детей на воспитать как можно меньше привязанности если ребенок плакал это его проблема не проблема матери слишком нежные нельзя быть эмоциональный контакт минимум ребенок должен быть накормлен вывод высушен после этого ставлен один и если начинал плакать ни в коем случае нельзя было успокаивать прижимать к себе и так далее и немецкие женщины взяли на вооружение что это чем это кончилось это психически уничтожило не только поколение детей скорее всего но и родителей потому что у человека первичная привязанность какая-то а если собрать этот стержень ну вот и вырастает такое якобы написано что мы должны строить крепкие супружеские отношения учиться это делать потому что это дает нам возможности усовершенствовать связь с богом написано еще хуже человек который не может построить отношения в семье не верен своему супругу и скорее всего не сможет установить кровь крепкую связь и с творцом поэтому нам надо немножечко немножко развиваться в этом направлении браха бетфаха в этом направлении бетфаха